Всем добрый вечер. Весь день сегодня провожу в гараже. Наклепал 18 неподъемных штуковин вот таких, заготовочек. Это для второго марша лестницы. Вот такие штуки. Научился варить изнутри. Именно вот та часть. Не самый удачный, конечно. Попалась в руки, как обычно. Тут получше. Готовы. Фасочка снято. Слава Богу, что снять фасочку получилось просто в кучу их совместил. Сейчас постараюсь. Тяжелая штука. Убрал с трубцинками, песочками теми, как, не знаю, ручная вот эта столярная штука зажал и просто кучу снял с одной и другой, с третьей, с четвертой стороны. Ну, блин, тяжело. Отпилил там, сам, все через тиски все эти проходят. Сейчас делаю, как их обозвать, поперечины, наверное, которые 67 сантиметров. Ну, в сумме, вместе с этими. Еще одна. Ну, типа, которая вот так вот будет стоять. С другой стороны. Ну, вот так вот. Одна здесь. Одна там. Они нагрузки нести не будут никакой. Они будут связывать те ступеньки, чтобы они стояли, типа, не шатались. Поэтому нашел какой-то старый уголок. Сейчас его очищаю, подвыравниваю где-то. Если он будет пузом наружу, вот, объясню сейчас. Вот я прикладываю. Если пузико сюда, наружу, то выпрямляю. Если сюда, внутрь, то ничего страшного. Даже можно не выпрямлять, просто так и оставить. Но, так как это будет сверху сейчас, то есть оно будет видно вот так вот изнутри. Лестница полет, да? Понятно. То вот тут вот внутри, пока не будет обшито все такое, надо будет прокрасить. Поэтому чищу и даже здесь, наверное, прокрашу это все дело шуриком. Ну вот, до сих пор, чтобы, если сваркой работать, не мешал и сурик, и не оплавился, наверное, от нагрева металла. А то все равно будет какой-то нагрев небольшой. Ну, где-то вот до этой, до этих пор докрашу. Металла, конечно, много на полу. Все ноги в металле, обрезка в куче. Поймал в глаз какую-то окалину, несмотря на то, что я в очках постоянно, видимо, когда отбивал оксид, вот этот, или как это его обозвать-то, защитку эту. Уже со сварки для посмотреть. Взорвать шов, посмотреть, что там. Вот тогда и поймал в глаз ту фигню. Торчал и царапал небом. Моргал-моргал, не промаргивается. Ватный палочек переставал, в глаз себе сувал. Сережа был, молодец, Сережа. Вон у нас как сотку земли нашел я даже. Там раскидываем перегной. Будет типа парадный газон. Выражение сегодня жена у меня применила такое. Парадный газон, я обалдел. Еще скорификатор заставят купить. Кто не знает, что такое, загуглите. Вилами пусть фигачит. Или лопатой. Несмотря на то, что погода сегодня дерьмо, но, тем не менее, трава горит. А такой дождик, слышите, капает он. Вот рукой не чувствуется, но чувствуется вот такая морозь. Она как бы идёт и не идёт, а выходишь вроде и сухой. Но что-то капает постоянно. Ну, когда вот с крыши собирается. То есть, влага, которая в воздухе, она конденсируется и как-то вот выпадает. Фиг кто знает, как это происходит. Но столб вот почему-то с этой стороны мокрый. Не, ну он видно иногда. Раз, раз дождик, дождик. Потом раз нету, но всё равно слякотно и влажно. Кошки бегают, в принципе, сухие. Откуда это? Ну вот, тоже вот видно. Ну, так, так себе погодка. Не очень. И вот она весь день такая вот пасмурная сегодня. И солнце плохо. Жара под 40, вообще невозможно. И без солнца плохо. Как жить? Какую погоду выбрать? Заказывать-то невозможно. Самое неприятное. Ладно, сейчас ещё поработаю маленько и закопчу скумбрию. Горячее копчение сделаю. Ну, маленько покажу. Видно? Вот так вот. Ё-моё, это тоже грязно. Железо, однако. Но руки ничего. Так, не видать. Блин, и усы полностью грязные. Надо мыться весь день с железяками. Вот так происходит процесс копчения. Задымилось немножко. Засекаем 15-20 минут. Ну, 20 даже много. Это уже когда первый, второй, третий, пятый раз скумбрию сделали. Там уже, ух ты. Можно это. Понимать, какую ты сегодня хочешь. Сильно подпечённую, чуть меньше подпечённую. Ну, и надо хоть, чтобы разок температура до 60 дошла. Это у нас, когда вот вертикальная стрелочка станет. Сейчас 45. Ну, если отойти, вот так это выглядит. Приготовил собакам кашу. И на этом же мангале, на углях, понеслось. Ну, маленько откинул в сторону, потому что температура то ветер раздувает, то не раздувает. Непонятно, тут ветерок с дождём накидал сырых. Думал, вдруг не хватит. Ну, раздуло. Слишком быстро пошло. Слышно шкварчание, то есть жирок капает. Вот, за что такое. Вот термометры такие мне категорически не нравятся вот эти. Они в воду как-то хапают, не знаю. Циферблат весь в воде сразу. Он в первый же год практически стал в воде. Ну, ладно, не первый. Ну, на следующий год он уже вот такой вот с капельками. То есть, как там что сейчас определить, непонятно. Ну, я знаю, где 60 градусов. Вот вертикально, вот она 60. И стрелка ещё не дошла. Сейчас вот у нас 50. Ждём, ждём еду. Покрасить я сегодня не успел. А может ещё успею сейчас, если быстренько скумбрию отпочу, то и покрашу немного. Вот такая жёлтенькая, полужёлтенькая рыбка. Ну, Татьяна попросила менее копчёную. Выглядит как мумия. Это мы в бинтик заматываем для того, чтобы весь нагар, который гарит, копоть, если остаётся, накапливается. Она вот на бинтике остаётся сама. Рыбка внутри готова. Ну, само то. Как говорится, и сочная, и непереваренная. Если переварить, она будет сухая. Невкусная. Уже разно пробовали. И недоварить, и переварить, и пережарить. Нет, вот самое-само то, от которой любимый рецепт получился. Любимый вкус, любимая золотистость. На камере вот она просто отсвечивает немножко. И кажется, что они более белые, чем на самом деле есть. Ну, всё. Всем пока. Спасибо. Спасибо.